В этом году в Сочи вынесено 15 судебных решений об изъятии земельных участков под самовольными постройками. Потом они будут проданы с публичных торгов. Такая же перспектива грозит и собственнику этого участка на улице Ударной. Незаконная стройка здесь пресечена на уровне четвертого этажа. Начался снос, но опять-таки без участия застройщика. Сам дом, что называется, строили на совесть из монолита. Вот только хозяин, судя по всему, просчитался в масштабах. Вместо частного дома, на который у него было разрешение, возводил высотку. Два года на Ударной Удар нашла стройка многоквартирного дома. Собственник объекта, вместо того, чтобы исполнять решение суда о демонтаже, строил межкомнатные перегородки. Судя по объявлениям о продаже квартир в интернете, этажей здесь должно было быть семь. Потенциальным покупателям обещали центральные коммуникации, технические условия в полном объеме, детскую и спортивную площадки. И это несмотря на судебные решения, арест объекта, запрет на любые действия с недвижимостью и исполнительное производство судебных приставов. В суд администрация Сочи обратилась еще два года назад, на начальном этапе строительства. Застройщик, в соответствии с судебным актом, обязался снести указанный объект до начала декабря. Как мы видим, снос застройщикам фактически надлежащим образом не осуществлялся. В связи с чем администрация города Сочи привлекла подрядную организацию для фактического сноса объекта с последующим взысканием пониционных расходов с застройщика. Строение основательное, не маленькое, но безопасно оно или нет, сказать мы с вами не можем. Потому что надзор строительный, который должен осуществляться за строительство многоэтажных домов, здесь, как мы видим, не осуществлялся. В связи с чем, как мы понимаем, суд и принял решение о его сносе. Ударная 9 находится в черном списке новостроек Сочи. И тем не менее, риэлторские агентства и сегодня предлагают квартиры в семиэтажном многоквартирном жилом доме по этому адресу. Учитывая, что сносить самострой пришлось муниципалитету, застройщик, скорее всего, лишится земельного участка. Сейчас и по этому вопросу идут судебные разбирательства. Сегодня в Сочи еще 500 самостроев, по которым судом принято решение о сносе. Причем это не только крупные объекты, но и ларьки, гаражи, пристройки. В то же время власти утвердили перечень из еще 181 проблемного объекта. Их возвели без разрешительных документов. Сейчас по каждому ведется тщательная проверка. Вообще, в этом году в Сочи снесено 14 самоволок. Но важный нюанс. В Сочи в списках на демонтаж нет объектов с правом собственности на квартиры. Что касается незаконного строительства, там, где есть решения суда, которые выявлены и приняты к исполнению, на сегодняшний день 12 объектов у нас находятся в демонтаже. Поэтому работа ни на секунду не прекращается. Есть ряд таких объектов, по которым признано право собственности, но в них невозможно проживать. В них нет ни света, ни воды, ни элементарных коммунальных бытовых нужд. Такие данные объекты, их сейчас 58. По этим объектам у нас разбита работа вместе с прокуратурой города. Значит, по достройке и увеличению мощностей. Но надо понимать, что затраты по данным объектам ложатся на плечи самих собственников данных квартир. Других механизмов на сегодня нет. На данных рабочих группах у нас предусмотрена административная поддержка любыми доступными способами по консультации этих жителей, по сопровождению административному. Но затраты лежат на плечах самих приобретателей. А это уже улица Бакинская в Адлерском районе. Здесь снесли очередной самострой. Объект оказался небезопасным. На самом деле дома здесь два. Первым под снос пошел четырехэтажный. Соседнюю пятиэтажку ждет та же участь. Площадь участка не предусматривает такого масштабного строения. Максимум – частный дом. А по факту под строение занята площадь в полторы тысячи квадратных метров. Иск о сносе администрация города подала еще на стадии фундамента. Но пока продолжались судебные разбирательства, хозяин завершил строительство. Более того, после решения суда о сносе даже успел продать квартиры. Сносить дом самостоятельно отказался. Поэтому к работам власти привлекли подрядчика. А застройщик, скорее всего, лишится участка. О свидетельствовании таких проблемных объектов проводит Краевой стройнадзор. Он же выступает в роли третьего лица на судебных заседаниях во время принятия решения о сносе. В процессе строительства, мягко говоря, когда мы производим надзор, мы же смотрим за соблюдением всех технологических регламентов, которые позволяют нам сказать, что данное сооружение прослужит 50 или 100 лет существования. А при таких сооружениях мы понимаем, что в любой момент может произойти какую-нибудь чрезвычайную ситуацию, техногенового характера и, не дай бог, может много людей просто пострадать. Поэтому, собственно, мы всегда против такого строительства, скажем так, самовольного. Дома небезопасны, потому что мы же не знаем, кто проектирует, как проектирует, из каких материалов эти возводятся здания и сооружения. Это все влияет как раз потом на дальнейшую безопасную эксплуатацию данных сооружений. Но есть в Сочи и образец того, как владельцам самостроев можно и нужно решать проблемы. Вот улица Белорусская, морская набережная в центре Адлера. Сегодня здесь огромная открытая площадка, а еще пару месяцев назад в этой первой санитарной зоне стояли 3 12-этажки. Схема традиционная. Разрешение было на трехэтажку. По факту, жилой комплекс на 340 квартир. Большая стройка началась в 2009-м. По требованию администрации ее остановили. Мэрия обратилась в Адлерский районный суд с иском о признании объекта незаконным. Начались судебные тяжбы. Суды длились несколько лет, судились долго, на разных этапах. Начинали судиться еще на стадии котлована. Но застройщик продолжал строить данный объект. Выходили второй раз на уровне пятого этажа. Потом, в конце концов, удалось остановить стройку, переломить решение в пользу администрации города. И застройщику ничего не оставалось уже в дальнейшем, как исполнить решение суда. На нашей практике первый и единственный случай, когда застройщик так порядочно, скажем, себя повел. Добровольно выплатил всем покупателям квартир денежные средства. И сам добровольно за свои деньги снес полностью весь объект. Да, оно действительно громкое это было производство. Но в течение этого года мы постарались с общими силами все это устранить. На сегодняшний день, вы сами видите, что это пустое место. Что будет дальше с этим местом, я не могу сказать. Земля перешла, вернулась обратно в собственность федеральную. Сейчас еще пока материал не окончен по данному объекту. Есть некоторые недоработки в виде уборки мусора. Люди, вложившие в такие дома свои деньги, часто оказываются у разбитого корыта. Мало того, что нет обещанного жилья на побережье, так еще и свои кровные вернуть бывает не так просто. Чтобы помочь покупателям таких квартир пройти все необходимые процедуры, администрация Сочи вместе с прокуратурой организовали консультации. А тем, кто только задумывается о новых квадратных метрах, советуют внимательно изучать не только документы от застройщика, но и черный список недвижимости на сайте мэрии. В него попадают все объекты, по которым есть замечания. 12 городских самостроев сейчас на стадии демонтажа.